Восьмилетний Стёпа не часто бывает на детских площадках, но, например, на эту, на набережной Тесаревича, он приезжает уже не в первый раз. Здесь специальные карусели, которые приспособлены для его инвалидного кресла, поэтому мальчик может кататься наравне с другими детьми. Вы первый раз на этой площадке? Второй. А что тебе больше нравится? Карусель. Подобных аттракционов, предназначенных для детей с особыми потребностями, изначально на площадке было семь. Вот здесь, где сейчас болтается голая цепь, еще недавно висела большая качеля. Главное развлечение именно для детей с ограниченными возможностями. Правда, за год ее ломали трижды. Катаются ночью взрослые. Естественно, раскачивают очень сильно. Качеля сама не предназначена. Это оборудование специализированное. Оно для детей с ограниченными возможностями. Естественно, оно не предназначено для того, чтобы его сильно раскачивали. Или большое количество человек было на этой площадке. Только пока мы снимали сюжет. Двое 15-летних подростков без стыда прошли мимо нас и сели на детскую качелю. Объяснили нам, что это просто ради шутки. Вот только последствия от таких, на первый взгляд, безобидных действий далеко не смешные. А вы знаете, что это детская площадка? Знаю. А почему вы сидите? А я вылезаю. Меня друг попросил. Друг попросил что? Сесть на эту детскую качелю, чтобы он покатался вместе со мной. Я вылезаю уже. Хотя многие считают, что виноваты не только такие подростки, но и родители, которые гуляют на этой же площадке со своими детьми. Здоровые ребята порой развлекаются на аттракционах, предназначенных для инвалидов. И, естественно, не соблюдают правила их пользования. Родители же будто этого не замечают. Или находят таким действием оправдание. Ну, это же ребенок, ему 4 годика. Там вес это 20 килограмм. Он же оттут цепи. Он же не оторвет ее. Вот такая там была, как качелька для инвалидов. У нас всегда битком набита детьми, не инвалидами. Такая инклюзивная площадка, на которой могут одновременно играть и дети с особыми потребностями и без таковых, единственная в Приморском крае. Ее установили летом прошлого года. Деньги собирали по всей России. Мы в течение года делали этот проект. Вложили очень много сил, времени, ресурсов. Откликнулось очень много неравнодушных людей, чтобы мы построили эту площадку. Но мы ее вот 3 июля открыли. В течение года площадкой пользовались многие родители, чьи дети имеют особые потребности. Но есть и те, кто еще не успел насладиться специальными аттракционами. Например, Артем на адаптивных каруселях сегодня впервые. Обычно качели не приспособлены для нас, потому что ребенок плохо сидит в этой миссии Артем. Он плохо умеет сидеть сам. Родители всерьез обеспокоены разрушением детской площадки на набережной Цесаревича. Ведь если ее не будет, их детям снова негде будет гулять. К слову, с наступлением тепла по набережной будет курсировать полиция, пока не придумает другой способ защиты. Может быть поставить видеокамеру, ну и соответственно уже смотреть и выявлять те или иные какие-то действия здесь, которые, допустим, приносят вред. Но пока проблема остается нерешенной. И родители детей с ограниченными возможностями просят не разрушать детство их малышей. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.